Тверская область рада иностранным гостям. Расширяются деловые связи, растет туристический поток. Тем более мы рады зарубежным средствам массовой информации, которые приезжают в древние и красивейшие города Тверской земли. Например, в конце февраля двое норвежских журналистов посетили торжок. Но только не памятники архитектуры, монастыри и соборы стали объектом их пристального и фактически скрытного внимания. Вместо исторических достопримечательностей они снимали территорию, расположенной в торжке исправительной колонии номер 4. Зачем? 28 февраля сотрудниками учреждения были замечены двое мужчин, которые проводили фото-видеосъемку прилегающей территории ИК-4. Наши сотрудники подъехали, представились по установленному образцу. Эти двое мужчин представились представителями, журналистами, аккредитованной норвежской СМИ. В нашу область, в места лишения свободы, приезжали и продолжают приезжать сотрудники телекомпаний как федерального уровня, так и зарубежных телестудий. Порядок съемок для всех один. Информация об этом на официальном сайте Федеральной службы исполнения наказания. Работа журналистов на режимных объектах уголовной исполнительной системы проведения видеосъемки регламентирована статьей 24 Уголовного исполнительного кодекса Российской Федерации, согласно которой проведение видеосъемки возможно только с письменного разрешения администрации учреждений. Никаких ни письменных, ни устных обращений в адрес учреждения со стороны иностранных СМИ к нам не поступало, и мы не были проинформированы о проведении видеосъемки на территории К4. По отношению к данным журналистам, наши сотрудники вели себя законно и корректно, никакого физического воздействия на них не оказывалось. Их попросили приостановить проведение видеосъемки, так как у них не было письменного разрешения, и, во-вторых, с данного места, с которого она производилась, очень хорошо просматривалась система безопасности и охрана учреждения. Также просматривались режимные объекты учреждения. Для достоверного удостоверения личности к данным журналистам был вызван наряд полиции. После общения с сотрудниками полиции данные журналисты в области Москвы. Какова же цель тайного визита норвежских журналистов в Торжок, и чем обусловлен интерес именно к 4-й исправительной колонии? Как выяснили сотрудники полиции, именно в этой колонии отбывал наказание небезозвестный Андрей Бубеев, объявленный в федеральный розыск в апреле 2015 года. Тот самый, который для начала развел бурную деятельность в соцсетях, распространяя экстремистские и антироссийские петиции. А когда его задерживали, спрятался в подвал дачного дома. Пришлось вызывать спецназ. Но не интернетом единым жил Бубеев. В ходе обыска в укрытии его квартиры обнаружены патроны. Много патронов. Много, потому что бралось нарезное оружие у меня где-то уже, наверное, по-моему, с 5-го или 6-го года я могу, то есть уже больше 10 лет. И, собственно, эти хорошие партии, говорится, покупались. И старался их не тратить, поэтому, говорится, их там реально может быть много. То есть, говорится, ну как много? Ну, конечно, не грузовик, но такой чемодан найдем. Данный гражданин в своих репостах предлагал различным группам насильственные действия в отношении органов власти. При этом сам хранил у себя дома и в тайнике огнестрельное оружие. Также хранил это оружие в тайниках, оборудованных в лесистой местности. Он осуществлял тренировки различного вида со стрелковым оружием, с использованием боеприпасов военного образца. За это был привлечен к уголовной ответственности и осужден судом. Как принято у защитников интернет-экстремистов, некоторые журналисты еще в ходе суда возмущались, мол, Бубеев безвинно пострадал за правду. Правдой, в кавычках, назывались репосты с открытым призывом к экстремизму и уничтожению всего, что связано с Россией, ее атрибутами и тех, кто защищает устои страны. Но об обнаруженном схроне боеприпасов почему-то ни один защитник Бубеева не упомянул. Факт совершения им указанных преступлений был доказан как в ходе предварительного следствия, так и судом. Данный гражданин понес заслуженное наказание и, отбыв его, убыл на территорию Украины. Итак, человек, призывавший в интернете против России и хранивший целый схрон вооружения, оказался на Украине. Получил гражданство этой страны и спокойно может учить им мову, проклиная своих земляков. Но зачем его так себе история вдруг понадобилась сейчас иностранным журналистам? Ответ, как видится, лежит на поверхности. В воскресенье 31 марта на Украине пройдут выборы президента страны. Ну, не о коррупции же и нищете незалежной говорить норвежским телезрителям. Лучше Бубеевым попугать, то есть жестокой и страшной Россией. Такое бывало не раз. Обычная уголовщина преподносится как политическое гонение за веру и идеалы. Правда, остается надежда, что, выполнив заказ, норвежские журналисты вволю нащелкали и наснимали красоты древнего торжка. Не за деньги, а для себя.